В Лондоне прошла невероятная выставка роботов ICRA 2023, и мы специально для вас совершили путешествие в мир будущего и подготовили репортаж о самых интересных разработках и изобретениях, которые уже сегодня меняют наш мир. Смотрите полный обзор самых интересных роботов с выставки в одном видео. Пристегните ремни, погнали! На выставке ICRA 2023 засветились гуманоидные роботы канадского стартапа OneX, и с ними связана интересная история. OpenAI, известная своими языковыми моделями ChatGPT, инвестировала в OneX солидную сумму, чтобы объединить свой искусственный интеллект с роботами-гуманоидами, что может произвести революцию на рынке труда. Хотя глава OpenAI Сэм Альтман утверждает, что ни у кого в мире сегодня нет общего искусственного интеллекта, он, очевидно, всё же хочет подготовиться в ожидании нового прорыва в технологии и создать подходящее тело для будущих умных роботов. У OneX, ранее называвшейся Helder Robotics, уже есть робот EVE на мобильной колёсной базе. Компания даже пыталась запустить с ним проект по офисной безопасности. Его судьба пока туманна. Возможно, причиной стало именно то, что робот на колёсах в реальном мире не сможет повсеместно передвигаться в среде, созданной для человека. А вот робот на ногах сможет. Так что ждём нового робота, с оригинальным названием Neo с ногами и мозгами в виде чат-GPT, либо новой модели от OpenAI. Как тебе такое, Илон Маск? И, кстати, как думаете, кто первым выпустит универсального умного гуманоидного робота? Тесла или OpenAI? Человекоподобный робот Омека снова стал звездой выставки роботов. Омека может похвастаться 32 степенями свободы верхней половины тела, причём только в голове робота находится 17 приводов. Он понимает и общается уже на нескольких языках, включая французский, немецкий, китайский и японский. Но более всего в нём по-прежнему поражает удивительная реалистичность лица, мимики и языка тела. Робот со встроенной чат-GPT достаточно свободно общался с посетителями, хотя его голос и интонации пока совсем не так реалистичны, как мимика. Основатель компании Ingenured Arts, создавший робота, Уилл Джексон, подчёркивает, что цель Омека имитировать человеческое общение, делает разговоры интересными и естественными. Например, робот никогда не скажет «извините, я не понял, пожалуйста, повторите вопрос». Вместо этого отреагирует по-человечески. А? Напомним, что робот стоит 100 тысяч долларов, и это только рабочий торс без ног. Сейчас компания дорабатывает робота и хочет не только дать ему рабочие ноги, но и научить манипуляции с предметами. И первым шагом в этом направлении стали попытки робота научиться рисовать. Пока его художественные способности, а вернее точность и координация его рук очевидно оставляют желать лучшего. Не зря организаторы сразу стирали творение Омека с доски, не демонстрируя его художество зрителям. И это при том, что роботы-художники давно существуют и, кстати, присутствуют на многих мероприятиях даже у нас в России. Например, робот-центра робототехники Сбера. Благодаря интеграции с нейросетью Сбер Кандинский 2.1, бот стал настоящим AI-художником. Объясним простыми словами, как такой робот работает. Для создания AI-художника инженеры разработали собственный софт, состоящий из трёх частей. Первая отвечает за точные и безопасные для окружающих движения самого робота, вторая — за генерацию картинок по запросу, а третья — промежуточный слой из промт-инжиниринга и алгоритмов векторизации, которые превращают изображение, созданное нейросетью, в картинку, которую может нарисовать робот. Например, вот результат запроса киркоров, который испугался мыши. Сейчас этот софт представляет собой микс из классических алгоритмов и промт-инжиниринга. То есть алгоритмы специально добавляют ключевые слова в запрос пользователя для того, чтобы сгенерированную картинку можно было относительно легко перевести в векторный формат. В настоящее время инженеры разрабатывают новую нейросеть, которая сможет легко переводить любую растровую картинку в векторную, так чтобы в ближайшем будущем робот смог нарисовать ваш портрет по фотографии. Появился на ICRA 2023 робот Джиминоид японского профессора Хироши Ишигура, представляющий собой точную копию самого профессора. Роботы Ишигура считаются самыми реалистичными в мире, и, кстати, Джиминоид даже читал лекции вместо профессора в университете Осаки. Также на выставке были замечены социальный робот Ари от Pell Robotics для общественных мест, робот Тиаго этой же компании, робот-аватар iBotics из Боннского университета, а также гуманоидный робот Итальянского института технологий. Компания Deep Robotics представила на выставке ICRA своего новейшего робота-собаку Light3. Light3 предназначен для образовательных и научных исследований. Открытая модульная структура и интерфейс Light3 делают его адаптируемым и масштабируемым, что позволяет развивать передовые способности восприятия, такие как автономная навигация, визуальное позиционирование и реконструкция окружающей среды. Также на выставке был робот X20, последняя версия серии Deep Robotics Join. Он уже используется в промышленности для проверки энергоснабжения, аварийно-спасательных работ, проверки общественной безопасности, туннелей, горнодобывающих и промышленных площадок. Во время выставки прошли несколько соревнований, в том числе Quadruped Robot Challenges. Во время мероприятия инженеры демонстрировали как управление роботами со специальной станции с видом от первого лица, так и автономное передвижение робота в послужной местности. Были и другие задачи, с которыми роботы справлялись с разной степенью успеха. Хотя робособаки стали уже чем-то привычным, инженеры робототехники видят в них большой потенциал как для обучения новых кадров, экспериментов и исследований, так и для разработки действительно полезных приложений от промышленности до сферы услуг. А как вы относитесь к четвероногим? Пишите в комментариях. Кстати, видео с финалистами конкурса мы опубликуем в нашем телеграм-канале, переходите по QR-коду или ссылке в описании видео. Unitree Robotics привезла на выставку своих потребительских и промышленных робособак. Причем самая большая водонепроницаемая модель с высокой грузоподъемностью B1 получила новую модификацию с колесами на всех четырех ногах, которая называется Unitree BW. Правда, оценить нового робота в динамике особенно возможностей не было. Интересно, что недавно Unitree объявила о завершении раунда финансирования B1 на сумму несколько сотен миллионов юаней. Сейчас у компании есть три потребительских робота – A1, GoOne и BinBin. Самый популярный из них робот GoOne оснащен интеллектуальной системой бокового слежения и суперсенсорной системой. Обладает максимальной скоростью около 4,7 метров в секунду и адаптивной грузоподъемностью около 3-5 килограммов, а цена начинается всего с 4,5 тысяч долларов. Разработки в области ходящих роботов ведутся и у нас. И, кстати, ICRA – это не только выставка роботов, но и презентация лучших исследовательских работ в области робототехники. И в этом году там была представлена работа наших ребят из ИТМО, которые разработали трехэтапный алгоритм по созданию манипуляционных, шагающих и носимых роботов. По сравнению с классическими методами, такой подход упрощает процесс проектирования, а также позволяет создавать более эффективные, дешевые, легкие и компактные механизмы. Например, конструировать адаптивные кисти для антропоморфных роботов, которые смогут хватать объекты вслепую, а также энергоэффективных шагающих роботов, которые смогут перемещаться в пространстве с неполной картой окружения. Чтобы проверить метод, ученые разработали на его основе собственного прыгающего гибкого робота. Если хотите более подробно узнать о разработке, заходите в наш Телеграм. Там есть ссылка на статью. «Сколтех» тоже подготовил новое исследование для ICRA. Оно посвящено иерархическому контролю всего тела робота, подвешенного на тросе. Исследование интересное, но ориентировано больше на специалистов в робототехнике. Ссылку на него также оставим в Телеграм-канале. Мы также побывали на стенде Shadow Robot. Роботизированные руки Shadow Robot — это не просто робот-аватар или робот для телеопераций. Благодаря уникальной точности, чувствительности и ловкости этими руками можно даже проводить операции на человеке, находясь на другом конце света. Представитель компании Рич Уокер рассказал нам, что Shadow Robot уже 25 лет занимается разработками в этой области. Руборука обладает 20 степенями свободы и умеет выполнять те же движения, что и наши руки, а также определять положение каждого сустава. Это много, но по-настоящему раскрыть свой потенциал роборуки Shadow Robot должны в ближайшем будущем, благодаря развитию глубокого машинного обучения. И если кто-нибудь, когда-нибудь, всё же создаст человекоподобных универсальных роботов, им точно понадобятся такие ловкие руки. Интересно, что на стенде Shadow Robot был замечен Марк Райберт, который с интересом трогал роборуку компании. Напомним, что роботу Атлас сейчас как раз нужны такие ловкие руки. Кстати, Райберт приехал рассказать на конференции свой путь от первых прыгающих роботов до Атласа Спот и Института Искусственного Интеллекта, а заодно показать Танго в исполнении парочки роботов Спот. Команда Direct Drive Tech на ICW Ray 2023 представила своего нового робота Тита. Как рассказал нам инженер компании, робот способен как ездить, так и шагать на своих ногах, что позволяет ему преодолевать любые препятствия и быстро передвигаться. Тита может видеть мир вокруг себя с помощью камер с ультразвуковым и инфракрасным излучением, что также позволяет ему планировать самый легкий и самый быстрый путь для себя. Небольшой робот может перевозить приличные 20 килограммов груза и двигаться со скоростью до 2,5 метров в секунду. А еще бот может быть доработан по желанию заказчиков и запрограммирован для различных приложений. Исследователи Имперского колледжа Лондона и Эмпа привезли на выставку свою передовую разработку – дроны-3D-принтеры, получившие название Arial Additive Manufacturing или сокращенно Arial AM. Черпая вдохновение пчел, эти дроны работают вместе, автономно печатая и ремонтируя различные конструкции. Два типа дронов – Build Drones и Scan Drones – выполняют задачи размещения материала в полете и измерения качества печати, соответственно. Они динамически корректируют свои методы на основе оценки геометрии печатной структуры в режиме реального времени, поддерживая впечатляющую точность изготовления до 5 мм. Дроны используют специально разработанные цементные смеси. Инженеры предполагают, что такие автономные дроны снизят затраты на строительство и риски в будущем, особенно в труднодоступных или опасных местах. Также инженеры колледжа представили роботизированный манипулятор с системой машинного зрения собственной разработки RGBZ. Оно позволяет роботу точно методично работать с любыми объектами, хаотично расположенными перед ним. Система может точно оценивать расположение нескольких объектов с помощью многоракурсного зрения в реальном времени. Далее робот двигается, а RGBZ накапливает оценки позиций объектов с разных положений и объединяет их. На выставке iCever A2023 в Лондоне можно было увидеть французских разработчиков из Palin Robotics и их роботов. Ричи с традиционным раскрасом в полосочку и безымянного прототипа робота-аватара с 8 степенями свободы и планшетом вместо лица. Поуправлять последним, могли все желающие. Из новенького у Ричи появилась колесная база, лидар и другие датчики для картографирования своего окружения и свободного передвижения. Также сообщается, что робот был запрограммирован с помощью Python на базе ROS, что позволяет манипулировать объектами и общаться с людьми. Ранее Ричи управлялся исключительно дистанционно и служил исследовательской платформой для робототехников и психологов, так как пытался не только взаимодействовать с объектами, но и вызывать эмоции. В основном умиление. Команда BitCraze, создателя квадрокоптера CrazyFly, показали на ICRA полностью децентрализованный рой дронов. В этой динамичной демонстрации дроны CrazyFly автономно летают по случайным траекториям, избегая столкновений и заряжаясь по беспроводной сети с помощью системы QIDEC. Расчёты и позиционирование выполняются на борту с использованием системы Lighthouse. Одноранговая связь позволяет каждому дрону корректировать свою траекторию в зависимости от положения других. Также на своём стенде BitCraze представила новинку – небольшой и недорогой дрон Flapper Nimble с оригинальным строением и крыльями, похожими то ли на летучую мышь, то ли на бабочку. Изюминкой ICRA 2023 стали перформансы артиста Stellark. В них он объединил анатомию человека, робототехнику и искусство. Основой выступлений послужил механизм Extended Arm с 11 степенями свободы и сенсорный браслет. Роборука приводится в действие пневматически и работает с помощью ряда предварительно запрограммированных пальцевых переключателей. Сенсорный браслет, надетый на левую руку, обеспечивает акустическое взаимодействие, манипулируя громкостью, нотами и другими параметрами с помощью набора вращающихся прижимных колец. Таким образом, каждое движение Stellark от рук до кистей создают уникальные звуки, из которых строится композиция. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех невероятных изменений в мире роботов и искусственного интеллекта, а также присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Ссылки в описании видео. Продолжение следует...